Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодняшнее видео будет посвящено проращиванию черенков. Я вам покажу и расскажу, как подобрать наиболее оптимальный способ проращивания, какие операции с черенками есть смысл делать, каких можно и не делать. Ну что ж, начинаем! Итак, мы черенки оставляем для хранения максимально длинные, дальше для укоренения. Ну, стандартный обычно при продаже черенок вы покупаете 3 глазка, и понятно, что мы тогда не режем. Если черенок на 4 глазка, тем более, что он нормальный по толщине, по силе, то его вам для укоренения достаточно будет и 2 глазков, 2 почек, значит, мы его разрезаем пополам, и в нижней части тоже срез обрезаем, обновляем. Итак, черенки мы нарезали, срез обновили, и теперь помещаем их в раствор марганцовки, такой вот насыщенный, розовый, приблизительно часов на 5-6, ну, как хватит терпения. После этого мы их достанем из марганцовки и зальем обычной водой. И оставим по времени где-то от суток двое, и если черенки тонкие и подсушие, то можно и 4-5 суток подержать, но только за это время, хотя бы там раз, поменяйте водичку. Ну, помните, да, что вот сейчас я черенки загружаю, чтобы они были полностью погружены в раствор марганцовки и в дальнейшем полностью погружены в воду. Итак, черенки наши вымокли, и теперь мы их готовим уже непосредственно к укоренению. Помните, сначала мы просто освежали срезы, теперь мы уже делаем нормальный срез под нижнюю почку, отступив где-то с полсантиметра. Берем нож обычный столовый и наносим такие раневые поверхности, не слишком глубоко, по коре, где-то на высоте 1,5-2 сантиметра. В большинстве руководства проращивания черенков вы найдете то, что нижнюю почку надо убирать. И мы тоже раньше убирали, но пришли на основании собственного опыта, пришли к тому выводу, что делать этого не нужно. Почему не нужно? Особенно если у вас черенок 2-глоскобы на 2 почки, да даже если и на 3, делать этого не стоит, потому что мы столкнулись с тем достаточно часто почему-то, начинает прорастать черенок именно с этой нижней почки. И если мы ее убираем, соответственно, шансы на укоренение будет меньше. Ну а чтобы вам это было наглядно, показываю. Вот оно как есть, смотрите. Вот был 3-глосковый черенок, одна почка, вторая почка. В итоге у нас проснулась нижняя, видите, какая уже хорошая и мощная. И это достаточно часто встречается. Ну если, конечно, очень-очень хочется удалить, сейчас покажу на другом саженце, то тогда не срезаем ножом, а ее очень аккуратненько, просто ногтиком повреждаем. Опять же, почему? Смотрите, у винограда в почке мы видим одну почку, на самом деле их несколько. И тоже показываю вам наглядный пример. Здесь одна почка была, она отсохла, и из нее пошли две. То есть есть еще спящие почки, которые могут пробудиться. Но если вы будете сильно срезать ножом, то вы можете срезать там практически все. И тогда у вашего черенка шансов на прорастание станет гораздо меньше. Поэтому моя рекомендация почку не трогать вообще. Ну а как поступать вам, вы решаете сами. Значит, после того, как мы это сделали, абсолютно необязательный, но желательный этап, это замочить в растворе какого-нибудь стимулятора корнеобразования. Что это может быть, что найдете в магазинах. В этом году я нашла вот такой вот корень супер. Может быть корневин, может быть гетероауксин. Все, что найдете по инструкции. Как в инструкции написано, на сколько разводить и сколько черенки держать, так вы и делаете. Еще один этап в подготовке наших черенков – это запарафинивание почки. Для чего это нужно? Таким образом мы предотвращаем иссыхание этой почки, потерю влаги, ну и несколько затормаживаем ее распускание, чтобы она не вытягивала с нашего черенка лишнюю силу. Что у меня в баночке? В баночке у меня растопленный парафин вместе с садовым варом. Соотношение 2 трети – это парафин, то есть любая свечка, и 1 треть – это садовый вар. Садовый вар добавляется для того, чтобы парафин не отваливался, потому что у него есть такое свойство, со временем он начинает осыпаться. Приблизительно, мы все это растапливаем, приблизительно 70 градусов, вот это наша жидкость, и берем черенок, верхнюю почку, окунаем. Все, как видите, я достала уже сразу на запарафинину. Берем следующую, делаем то же самое. Вот у нас получается такая красивая заклеенная почечка. Итак, мы проращиваем черенки в трех средах. Первая среда самая распространенная, это вода. Обращаю ваше внимание, что на банках стоят отметки. Самое главное – это поддерживать уровень воды, чтобы он был одинаковый все время. Поэтому там стоят отметочки, ну, видите, где-то сантиметра два. Следующие – это опилки. Мы поставили черенки в вертикальном положении, и черенки в горизонтальном положении в опилках. С момента закладки всего этого прошло ровно две недели. Обращаю ваше внимание, что происходит в воде. В воде активно распускаются почки, но там внутри чуть-чуть, чуть-чуть что-то вот намечается, какой-то вот небольшой калиус. Но на самом деле пока что глобально ничего не происходит. Вот можем из большого достать. Ничего. Но при этом, смотрите, очень сильно распускаются почки. И, смотрите, даже там, где мы почки парафинировали, вот эта баночка, например, все равно они активно раскрываются. Да, может быть, не так быстро рядышком, те, которые не парафинины. Может быть, не так быстро, но все равно раскрываются. Вот на более длинных черенках раскрываются чуть меньше. Вот тут видно как раз вот эта баночка парафининых, они еще почки набухли, но не раскрылись, а на вот этих уже раскрылись. В вертикальных опилках почки раскрываются чуть меньше, но тоже раскрываются довольно активно. Ну и, в принципе, такая же ситуация. То есть парафинины раскрываются чуть меньше, не парафинины, чуть больше, но разница небольшая. Внутри я сегодня открывалась, есть уже чуть-чуть намечается калиус, но на камеру показывать не буду, поверите на слово. Значит, быстренько показываю. Пакетик, горлышко открыто, 1,5-2 литровая пластиковая бутылка с влажными опилками. Сейчас я все аккуратненько вытряхнула на подносик и показываю. Значит, смотрите, здесь уже огромный калиус. Ну, как видите, нижняя почка стала расти, и поскольку вот такая она уже большая, еще тут ничего нету, мы ее удаляем. Почему я это и показывала раньше времени, что смело вот такую вот удаляем, тем более тут гроздь, она будет мешать. Ну, а верхняя, видите, парафинина, она пока не пробудилась, но здесь будет все в порядке. И посмотрите, какой калиус. Смотрим дальше. Здесь тоже, смотрите, почки еще довольно спящие, они просто набухли. И в то же время, вот какой калиус. И, в принципе, по большинству черенков, ну, вот есть еще с пробудившейся почечкой, тут тоже такой хороший калиус. Вот еще есть с пробудившейся почечкой. То есть, почки, конечно, тоже пробуждаются. Но у некоторых, кстати, вот те почки, которые заплавлены, в опилках, они пробуждаются не так. А по тому, что происходит на пяточках, вы все видите. И смотрите, теперь, когда мы закладываем обратно, то есть, идеально было бы все-таки иметь белую бутылку, и те растенницы, которые вот такие немножко с проснувшимися почечками, мы почечки закладываем ближе к горлышку, чтобы им там было, те, которые вот такие не пробудившиеся, их можно укладывать в серединку. И назад опилочками засыпаем. Итак, прошло ровно 3 недели. И смотрим, что у нас происходит. Стеклянные банки. Есть уже кое-где корешки. Я доставать сейчас не буду, но обратите внимание, то есть, кроме корешков, достаточно большая зеленая масса. Неделю назад я уже говорила об этом. Дальше. Вот этих ребят я достала из опилок. Ну, посмотрите, здесь корни, в общем-то, уже даже переросли. То есть, корни очень большие, корней много, и зеленая масса, да, она есть. То есть, почки пробудились, но пробудились в гораздо меньшем объеме, чем это произошло в воде. При том, что, повторюсь, глобальной разницы между почками, которые были запарафинины и не были запарафинины, особо нет. То есть, делать это, либо не делать, смотрите сами, но можно без этого вполне обойтись. И последнее. Вот это те черенки, которые лежали в горизонтальных опилках. Здесь почки пробудились еще меньше, но про это я чуть-чуть рассказывала, да, где-то вот они, им не хватило. Если это, как, например, на этой, ну, это использование прозрачной банки, чуть-чуть другой закладки, либо, в принципе, другой закладки в горизонтальном положении, это легко может исправить. Здесь тоже я уже показывала много, где вот такой вот калюс, и кое-где есть корни. Причем, обратите внимание, если мы берем по сортам, а сортов мы закладывали несколько, то есть алешеньки, лучезарные, вот они прекрасно укореняются. У лоры пока что, ну, вот в баночках, тоже не буду доставать, вон видно, там какие-то наметки. То, что в горизонтальных, в вертикальных опилках было, тоже у лоры пока что особо следов никаких прорастаний нету. А вот здесь в горизонтальных опилочках, смотрите, вот она лора. И вот у нее такой красивый корешок. И в заключении, по срокам прорастания, три недели для большинства черенков достаточно, однако много чего зависит и от состояния самого черенка, и от сорта. Есть сорта, которые прорастают лучше, есть сорта, которые прорастают хуже. Сейчас пример лора, да, когда у всех остальных уже хотя бы что-то наклюнулось, лора еще спит, хотя, видите, черенки вполне жизнеспособны, и в горизонтальных опилках они прекрасно себя показали. Отлично, большие корни, даже больше, чем нам нужно для момента посадки. Но по проблемам с укоренением черенков, что делать, если черенки какие-то пересохшие и так далее, и так далее, я сделаю отдельное видео. Последний этап – это посадка. Как готовить грунт, я уже рассказывала под видео. Нажав кнопку «Еще» оставлю ссылку. Берем стаканчик любой, от любой бутылки, прорези на дне, и смотрите, грунт наш должен быть влажный, приблизительно так, чтобы вы сжали, и немножечко комочек оставался, но при этом он легко рассыпался. Значит, насыпаем в баночку. Наша задача – корни растут вниз, соответственно, дать им нормальное место, чтобы им было где расти. То есть, сильно заглублять не надо, но при этом мы понимаем, что все зависит еще и от длины черенка. Если он длинный, мы не можем его судить сильно сверху, потому что он будет просто выпадать. Ну, приблизительно вот так. Мы берем вот этот чудесный черенок. Как раз, ну, желательно, конечно, чтобы корни были поменьше. Чем меньше корни, где-то там сантиметра-полтора, тем меньше опасность их повредить. Аккуратненько ставим, то есть мы земельку насыпали. Можно вот так баночку чуть-чуть похлопать, чтобы она уплотнилась. Череночек поставили и сверху аккуратненько засыпали. При этом чуть-чуть земельку уплотняем, немножко, чтобы черенок держался, не болтался, но при этом трамбовать сильно не надо, чтобы корешкам было, где и чего дышать. Уплотнили, уплотнили. Аккуратненько подсыпали. Все, готово. Следующее. Можно высаживать черенки и с калюсом. Ну, там есть некоторые нюансы, то есть, если это нормальный здоровый черенок, можно высаживать и с калюсом. Если он жирущий, либо еще что-то, будут определенные нюансы. Об этом отдельное видео буквально через пару дней после этого выйдет, и я обязательно сделаю ссылку. Ну вот, смотрите, второй, вот более длинный черенок. Понятно, что я, если вот так его посажу, чуть-чуть, то он будет выпадать. Соответственно, тогда я земельки насыпаю меньше, но так, чтобы хотя бы сантиметров 5-6. То есть, чем больше здесь будет места, тем лучше. По возможности. Вот сейчас я насыпала половинку, опять поставила и аккуратненько сверху засыпала. Такая посадка минимально повреждает корни и не наносит растению минимальные травмы. Вот наши черенки все высажены. Помните, я показывала, в стаканчиках у нас снизу отверстий и в дальнейшем мы будем осуществлять нижний полив. Если земелька, в которую вы садили, была суховата, то сразу можете поставить какой-то поддончик с водой, уже молодые саженцы, чтобы земля немножко напитала. Ну и в дальнейшем все поливочные операции мы будем проводить снизу. То есть, заливать вниз водичку и уже растение будет набирать столько, сколько ему нужно. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. Также напоминаю, что в ближайшее время на канале выйдет видео, где я расскажу о возможных проблемах при проращивании черенков, как их избежать, ну и о том, как проращивать черенки не самое лучшее по качеству. И до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok